Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи». Сегодня у нас в гостях Банков Алексей Михайлович, врач-пульмонолог, врач-аллерголог, иммунолог многопрофильного медицинского холдинга в городе Рязани, СМ-клиника. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с такого общего вопроса. Кто же такие пульмонологи? Пульмонологи – это врачи, которые изучают и лечат болезни органов дыхания, то есть трахей, бронхов и самой легочной ткани. Какие болезни лечат пульмонологи? Пульмонологи конкретно лечат болезни острые хронические бронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония. При каких симптомах нужно обращаться к пульмонологу? Как понять, что наступил тот момент, когда это уже не что-то, что побеспокоит и пройдет, а вот это что-то серьезное? Основные симптомы, которыми обращаются к пульмонологу – это одышка, кашель, которая не проходит более недели, температура, которая держится более трех дней выше 37,3 градусов, заложенность носа, чувство скованности в груди. Мы говорим о том, что эти симптомы должны быть в комплексе или достаточно одного-двух, чтобы уже забить тревогу? Чтобы забить тревогу, достаточно одного яркого характерного симптома. Если симптомов несколько, тогда тем более нужно обращаться к пульмонологу. Как диагностируете заболевания? Диагностика заболеваний в пульмонологии вообще сейчас разнообразна. Для этого подходит даже общий осмотр пациента, выявление характерных симптомов, аускультация, то есть выслушивание больного. Очень редко теперь применяется перкуссия раньше. Что такое перкуссия? Постуканье по грудной клетке. Из инструментальных методов используется рентгенологическое исследование. Сейчас уже более широко набирает обороты РКТ, то есть компьютерной томографии грудной клетки. Из специальных методов еще используется бронхоскопия, когда эндоскоп вводят уже в бронх. Бронхи – это проводящие пути легких, поэтому там можно их визуально исследовать. Как одну болезнь отделить от другой? Как вы вообще понимаете, что у человека одно, а не другое заболевание? Вообще используется такой подход. Расспрашивается пациент, мы спрашиваем, какие симптомы болезни, как давно началась болезнь, и чем он до этого лечился. Потому что чаще всего все-таки приходит уже либо с самолечением, либо который обращается к терапевту. Специалисты уже приходят позже. Далее мы проводим диагностику физикальную, то есть аускультацию. Можем сделать еще спирографию. Спирография – это метод исследования, который позволяет выявить дыхательный объем легких, состояние бронхов, насколько хороша проходимость бронхов. Это уже позволяет провести некоторую диагностику, то есть отграничить, например, заболевание хронического бронхита от ХОБЛ или, например, пневмонию от бронхита. Давайте на примере конкретного пациента, ну абстрактно конкретного пациента рассмотрим путь диагностики его и лечения болезней. Вот приходит пациент, допустим, с пневмонией. Какие будут ваши действия, чтобы выявить ее и отличить от других заболеваний? В первую очередь, когда пациент заходит, мы можем уже видеть его цвет кожных покровов. Обычно они бледные. Далее мы можем услышать одышку даже своим ухом издалека. Далее пациент присаживается к нам, мы его расспрашиваем. Расспрашиваем про его жалобы, расспрашиваем, как давно началась болезнь и чем он до этого лечился. Далее мы проводим самое главное исследование, это аускультация, то есть прослушанных легких со спины. И далее направляем его делать рентген, либо компьютерную томографию легких. После этого, когда пневмония подверждена уже инструментально, дальше мы можем взять анализы. Анализы в основном берутся общеклинические. Анализ крови, биохимия крови и воспалительные белки. Это нам поможет определить и разграничить тяжесть пневмонии и оценить общую стратегию лечения. Как такого человека лечить? Какие бывают степени пневмонии? Степень легкая, средняя и тяжелая. Стандартно. Давайте остановимся на средней. Человек со средней пневмонии. Как его лечить? Какие ему методы лечения? Что вы прописываете? В основном методы лечения. Если пневмония бактериальная, соответственно, мы назначаем антибиотики. Естественно, мы пока не можем сказать, какой возбудитель у пневмонии, поэтому антибиотик даем широкого спектра. Далее мы назначаем терапию поддерживающую. То есть это может быть как отхаркивающие препараты. Они практически всегда назначаются для того, чтобы выходила мокрота. Далее могут быть назначены витаминные комплексы. В специальных случаях, если пневмония вирусная, назначаются еще иммуносупресные препараты, то есть подавляющие воспалительную реакцию. В основном это, конечно, системные гормоны. А есть какие-то болезни, с которыми сейчас тяжело справиться вам как специалисту или таких нет? В основном, конечно, это редкие болезни. Например, муковисцидоз. Очень редкая болезнь, которая лечится уже в специализированных стационарах. То есть в основном эти болезни тяжелые и лечится в стационарах. Вот с этими, конечно, тяжелее уже справиться. Сам не разберешься. Но со всеми остальными проблем не возникает. Вполне. Какие сейчас самые распространенные болезни, вот в наш летний период, с какими болезнями сейчас чаще всего обращаются? Чаще всего, конечно, это простудные заболевания, бронхиты, очень редко пневмонии. Также еще выходит на передний план бронхиальная астма. Какой образ жизни нужно ввести, чтобы такие болезни не появились? В основном надо придерживаться достаточно простых правил. То есть проводить регулярно закаливание организма. То есть приучать организм к воздействию холодных температур. Не переохлаждаться. Правильное питание. Тоже для легких очень важно. Также не проводить самолечение. Потому что самолечение, оно, конечно, может привести к нежелательным последствиям. Когда приходите уже к специалисту, бывает тяжело разобраться в симптомах и уже, соответственно, тяжелее лечить. Вы упомянули о такой болезни, как бронхиальная астма, что она тоже на стыке прям с другими болезнями. Ее можно спутать. Что такое бронхиальная астма и как часто у нас болеют? Бронхиальная астма – это заболевание дыхательных путей. То есть бронхов мелких, крупных, средних. Которые возникают в первую очередь от аллергии. Аллергическая реакция провоцирует отек и сужение бронхов. Просвет бронхов уменьшается, и человеку труднее делать выдох. Вот тут надо конкретно понимать, что именно сделать выдох труднее. Вдох при этом дается достаточно легко. В результате того, что сделать выдох трудно, человек начинает задыхаться. Легочный объем у него повышается. От этого сжимается грудная клетка. Такое ощущение. Именно сжатие грудной клетки. А как ее лечить? В первую очередь по бронхиальной астме нужно знать, что она вызывается определенным аллергеном, либо группой аллергенов. Поэтому здесь нужно определить, на что аллергия. Изолировать по возможности, конечно, от человека, от этого аллергена. А далее идут в основном ингаляционные препараты. Такие как бронходилататоры и ингаляционные гормоны. Могут ли такие болезни быть не то, что хроническими, а, наверное, наследственными? Да. Наследственность аллергических болезней наблюдается совершенно точно. Процент, конечно, варьируется. Наследственность где-то подтверждается в 15-20% случаев. А может даже передаваться через поколение. То есть далеко не факт, что если у человека, родителей, у них есть аллергия на что-то, то вообще процент минимальный, что у ребенка так и разовьется. Да. То есть все зависит, как говорится, от генетики. Чем более сильна аллергия, особенно если два родителя болеют, например, астмой, то процент астмового ребенка уже увеличится с процентов до 40. Говоря про хронические болезни, можно ли это самое хроническое убрать и вылечить человека полностью? Хронические болезни, к сожалению, полностью вылечить их мы до сих пор не можем. Они, к сожалению, с нами остаются. Можно, конечно, побороть симптомы и ввести человека в ремиссию. Ремиссия — это значит устранение симптомов и возможность вести нормальную жизнедеятельность. В период пандемии какие бы вы советы дали людям, как себя обезопасить? Во время коронавирусной пандемии нужно придерживаться таких правил. Носить маски, соблюдать масочный режим. Маску менять регулярно каждые два часа. Не посещать массовые мероприятия. Отдыхать обособленно во время пикников. Также рекомендуется проводить больше времени дома. Даже лучше и работать из дома. Все-таки пандемия, она дает осложнение и на легкие. Уже сталкивались с людьми, которые получили такие осложнения? Конечно, сталкивался. Что это за осложнение? Вот тут надо пояснить. Коронавирус — это болезнь, прежде всего, сосудистая. То есть, легочные проявления — это уже сами по себе есть осложнение. Пневмония — это уже осложнение, которое дает сам коронавирус. Через сосуды. Поэтому, когда ко мне приходит с пневмонией, вот такой двухсторонний, вирусный, здесь нужно знать, что нам нужно лечить в первую очередь поражение сосудистые. Пневмония, она до какой-то степени может регрессировать уже при таком лечении сосудов. То есть, одну болезнь можно победить, леча другую болезнь, сопутствующую ей? Ну, не то, что это сопутствующая болезнь. Коронавирус, прежде всего, поражает сосуды. Когда сосуды поражаются, плазма из крови уже перемещается в легкие. И там уже дает осложнение. То есть, понижение дыхательного объема. Ну, и, соответственно, сатурация в крови. Люди ко мне уже приходят, вполне вероятно, с одышкой, с кашлем. Кашель при этом сухой. То есть, мокрот, как правило, не выделяется. И температура может, кстати, не быть совсем. Самая сложная часть коронавирусной инфекции – это то, что у него очень варьируют симптомы. Люди приходят даже бессимптомно совсем. Профилактика – важный момент. Но что делать, если болеют люди не на улице, а заболел человек в кругу семьи? Как обезопасить себя в таком случае? В первую очередь, конечно, не паниковать. Если кто-то из близких заболел, лучше отправиться к специалисту. Он уже может дать рекомендации, как нужно себя вести при болезни. То есть, конкретно, лучше ограничить, минимизировать контакт с больным. Ну, естественно, совсем не разрывая, а просто находиться, например, в другой комнате. Соблюдать меры бедоосторожности. Минизировать контакт с больным родственником, чтобы он находился в соседней отдельной комнате. Необходимо постоянно мытье рук, нужно есть из отдельной посуды, отдельными столовыми приборами. Постоянно проветривать помещение. Также проводить профилактику заболевания. Рекомендации в профилактике чаще всего дают специалисты. Поэтому здесь проблем не должно быть. Ну и давайте подытожим, наверное, всю нашу беседу. То есть, в случае каких-то заболеваний у нас самое главное – это не игнорировать симптомы, не заниматься самолечением и обращаться к специалисту, который нам и пропишет все необходимое лечение, правильно ли? Точно так. Алексей, спасибо вам большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова